всем привет занимаюсь пересадками хочу пересадить вот этот папоротник сорт называется досада очень огромный вайки длинные у него полностью не умещаются камеру шикарный папоротник земля уже заполонила все корнями хочу пересадить его горшок побольше объемом дальше есть у меня такой асплениум скалопендровый был намного гуще сейчас обрезал листочки штук 5 подсохшие кончики были достаточно много где-то вот так вот сантиметров наверно около 7 как-то подсушила один раз полив пропустила и он у меня кончики подсушил сейчас обрезала эти вайки но остальные оставшиеся три они хорошие зеленые корень хороший думаю все будет с ним хорошо хочу пересадить более легкий грунт и свежий и горшочки возможно по корневой побольше сейчас посмотрим их корневую грунт у меня здесь готов правда мало если закончится еще на мишу грунт легкий папоротником нужен верховой торф немножко кокосовый субстракт мох сфагнум перлит либо вермикулит и немножко у меня кора сосновая он хочет пить сухой можно было его вчера еще поливать я специально не полила потому что знала что буду пересаживать вот так скому прям вышел у меня даже без дренажа с пенопластом весь оплел ком там даже земли не осталось корни все съели сухой сухой я сейчас просто знаете что сделаю необычно так делаю с папоротником когда полностью обрастают корневая я ее просто подрезаю вот так вот чуть меньше половины и сажаю с этим же комом ножницами вот так вот режу половиночку недавно пересаживала асплениум ой не асплениум одиантум папоротник точно также с ним произвела обрезку и он у меня благополучно уже адаптировался растет новые вайки выпускает вот так вот получилось вот такой ком отрезался вот здесь конечно но без этого никак теперь горшок подбирать ему буду горшок возьму такой низкий полтора литра объемом насыплю дренаж насыпала грунта достаточно много и будем сажать воздушных корней много у него вот так вот Продолжение следует... Грунт очень легкий, пушистый такой. Продолжение следует... 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 все в корнях я наверно обрежу какую-то часть все-таки как с первым вступила вот так вот этот папоротник любит прохладу у меня на балконе рос с весны по 8 и сейчас пересажу тоже адаптируется в течение месяца и уже марте скорее всего пойдет у меня на балкон жить в крайнем случае в апреле смотря какая погода будет смотря какая весна будет вот такую часть отрезала и такую оставила все с ним будет хорошо можете не переживать приживется сто процентов и первый второй потом увидите у меня в обзорах их я всегда так пересаживаю папоротники и многим растениям так обрезаю корневую не только папоротникам никто не погибал горшок такой же возьму низкий полтора литровый и на одну дренаж обязательно насыплю закончился у меня грунт замесила новый здесь немножко верховой торов другой фирмы и он такой темный черный почти а здесь вот коричневый светлый добавила сосновой коры вот она маха сфагнума вермикулит хотя перлит лучше для папоротников у меня есть и перлит ну не охота была вытаскивать вермикулит и немножко циолит добавил он там видно беленький крупный циолит и сейчас еще кокосовый субстракт забыла добавлю вот добавил кокосовый субстракт и немножко более коричневый стал так давайте досадим папоротник в таком свежем грунте ему точно понравится в таком свежем грунте вот так вот получилось этот поливать не буду здесь сверху сырая земелька а первый папоротник досаду полью там сухая земля грунт поэтому буду заканчивать пересадки со всеми прощаюсь и пока 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 Продолжение следует...